Сейчас вам покажу, какой материал мы используем. Это сделано для того, чтобы и сколько стоили работы материалы на данном объекте. Появляется вот таким способом. Вот это решение, оно более оптимальное. Теперь по поводу стоимости работ и материала. Всем привет! Жилой комплекс Колковский. И зашли на штукатурку трехкомнатной квартиры площадью 82 квадратных метра. Работа в самом разгаре. Сейчас объединенное время, поэтому ребята прервались. И сделаю небольшое видео. А в конце уже приеду на эту квартиру, когда все будет готово. Ну еще где-то вот пару дней и мы уже закончим все работы. Штукатурим при помощи станции ПФТ. Это немец. Конкретно этой станции нет еще и месяца, поэтому она у нас в стадии обкатки. Сейчас вам покажу, какой материал мы используем. Штукатурка у нас гипс-актив. Это производитель Волма. Она у нас на гипсовой основе. Прекрасно ложится, прекрасно глинцуется. Сейчас вам покажу комнату, где стоят только маяки. И покажу уже помещение, где штукатурные работы выполнены. Вот здесь вот выставлены маяки. Вот видите, что здесь слой неоднородный. Где-то там 3 сантиметра, где-то полтора. Это сделано для того, чтобы сделать вот этот коридор параллельными. Вот эту и вот эту стенами. На углах мы ставим пластиковые штукатурные уголки. Можно ставить оцинкованные, но они со временем ржавеют, поэтому пластик в данном случае более удобен. Здесь тоже уже стоят маяки. Бетонные участки стен наносим бетоноконтактом. А сам пеноблок специальная грунтовка КНАУФ МИТЕЛЬГРУНТ. Это концентрат, разводится с водой в зависимости от основания и наносится уже на газобетонный блок. Теперь вот помещение, где уже штукатурка готова. Только смотрите, вот здесь вот уже намет сделан и вытащены маяки. Вот они удалены, вот они здесь были, посмотрите. Остались штробы. Эта стена еще не заглинцована, а здесь уже готовая финишная работа. Вот, посмотрите, буквально несколько часов назад заглинцевали, и вот так эта стена выглядит абсолютно ровная, гладкая. И здесь то же самое, уже работа готовая. А вот здесь еще нет глинцевания, только удалили маяки. И сейчас, через несколько минут, я когда закончу видео, уже ребята начнут этап глинцовки. И приедем на квартиру, когда будет все готово, покажу, как принимаются работы по штукатурке и сколько стоили работы материалы на данном объекте. Обязательно еще закрываем окна, потому что, когда летит набрызг, окна все пачкаются. И потом, чтобы их не отмывать, сразу затягивается все в пленкой. И в процессе ремонта пленка меняется там 2-3 раза, чтобы все это не присыхало и не надо было потом все это оттирать. Закончили работы по механизированной штукатурке. На все про все у нас ушло ровно 5 дней. Сейчас мы будем вывозить мусор, а также вывозить оборудование. А также ждем технодзора, для того, чтобы он приехал и принял работы. Работы будут приниматься при помощи провила и вот такого вот угольника, потому что в этой квартире очень много углов под 90 градусов. По пожеланию заказчику, а также по планировке, очень много шкафов, мебели. При помощи провила штукатурка появляется вот таким способом. То есть мы берем и ставим каждые 30-40 сантиметров стены. Сначала вертикально, а потом делаем под 45 градусов. И так проходимся каждую стену. Допуски у нас 1 миллиметр на метр. Также очень важно пройтись зону плинтуса, то есть это вот выше пола, в районе 10 сантиметров. И посмотреть, чтобы не было никаких перепадов и все было ровно. Потому что здесь уже будет стоять плинтус и любые отклонения будут видны. Также если взять угольник, ставим его в угол. Обе стороны угольника должны примыкать к стене без каких-либо зазоров. Тогда у нас угол ровно 90 градусов. Вот такие вот штукатурные углы мы используем на откосах. Вот так он уже выглядит смонтированный. Он никогда не ржавеет. Достаточно прочный, как и металлический. Поэтому вот это решение, оно более оптимальное, нежели металлический уголок. Теперь по поводу стоимости работ и материалов. Это трехкомнатная квартира площадью 83 квадратных метра. Нашему заказчику механизированная штукатурка стен по маякам обошлась в 298 тысяч рублей. Это уже полностью работает под ключ, включая все материалы. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, их в комментариях. Либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Огромное спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»